Среди огромного разнообразия декоративных кустарников есть много не только неприхотливых, но и очень красивых растений. Но, пожалуй, из всех стоит выделить те, чье незабываемое цветение способно создать в саду настоящее красочное цветочное шоу. Растение, о котором пойдет речь, восхищает своим шикарным и обильным цветением и входит в список самых эффектных цветущих культур. Это садовая азалия. Хоть родом она из США, Китая и Японии, этот многолетник стали выращивать по всему миру. Красота цветущих азалий приводит в восторг. Многообразие эффектных соцветий и расцветок разных видов азалий существенно отличает ее от большинства декоративных кустарников. Такие растения впишутся в любую садовую концепцию, но особенно они незаменимы для создания ярких садов и композиций в тенистых местах. Азалии также идеальны для ландшафта в восточном стиле. Данную культуру в декоративном садоводстве стали выращивать очень давно. И надо признать, что это высокодекоративное растение не выходит из садовой моды уже долгие годы. Скорее наоборот, с каждым годом цветоводы открывают для себя все новые сортовые новинки, потрясающие красоты, которые поражают не только своей красотой, но и выносливостью к морозам, а также неприхотливостью к уходу. Селекционеры вывели много достойных сортов и морозостойких гибридов с крупными цветками всевозможной окраски. Для примера наш сад находится в климатической зоне 5Б. На нашей территории суровые морозы бывают нечасто, хотя в 2021 году температура зимой понижалась до отметки минус 27-28 градусов, а в некоторых регионах и под 30 градусов ниже нуля. При этом все взрослые азалии перезимовали даже без укрытия на зиму. Конечно, я не советую так рисковать с молодыми саженцами. В первые годы им потребуется щадящий режим с обязательным мульчированием и укрытием на зиму. Это касается садов холодных регионов. На территории с мягким климатом подобное утепление азалиям не понадобится. Еще один небольшой совет. По возможности приобретайте акклиматизированные растения, лучше всего выращенные в местных питомниках. Садоводам холодных территорий не советую покупать растения из южных садов. Для них также предпочтительнее листопадные, нежели вечно зеленые виды, то есть те, что сбрасывают на зиму листву. Эти растения намного устойчивее к морозам. Также обращайте внимание на корневую систему. Выбирайте саженцы с закрытыми корнями, то есть в контейнерах. Большое значение имеет состояние грунта. Никогда не выбирайте азалии с сухим комом земли. Это растение крайне чувствительно к пересушиванию корней. И есть вероятность, что такой саженец у вас не приживется и вскоре погибнет. В идеале почва должна быть рыхлой и всегда слегка влажной. Листья здорового растения плотные, с глянцевой поверхностью, без пятен и признаков усыхания. А самое главное, не спутайте виды азалий, предназначенных для домашнего цветоводства, с садовыми культурами. Обычно комнатные продают в отапливаемых помещениях и крытых цветочных отделах, а садовые выставляют для продажи на улицу. Теплолюбивые горшечные азалии – это сорта, выведенные на основе двух видов – японской, низкорослой азалии и индийской. В декоративном садоводстве особой популярностью пользуются крупноцветковые листопадные виды и азалия японская. Последние отличаются более компактными размерами кроны и очень обильным цветением. Цветки могут быть простой и махровой формы, в самой разной окраске. Данный вид цветет так обильно и ярко, что в пик цветения из-за множества пышных соцветий не видно даже листвы. Но в отличие от других азалий, этот вид характеризуется достаточно медленным ростом. Есть также карликовые сорта высотой не более 30 см. Такие растения больше разрастаются вширь и скорее напоминают густую подушку из зелени и ярких цветов. Продолжительность цветения зависит от сорта. Обычно она составляет от 1 до 2 месяцев. От сортовых качеств также зависит зимостойкость растений. Есть сорта, которые выносят морозы до минус 25-30 градусов. Листопадные крупноцветковые азалии имеют более раскидистую и высокую крону. При хороших условиях многие сорта достигают 1,5-3 метров. Из них выходит красивая живая изгородь и яркий фон для других низкорослых культур. Азалии принадлежат семейству вересковые. Правильный выбор места посадки и состав грунта является основным залогом успеха в выращивании этих растений. Они предпочитают расти в рыхлой почве с большим содержанием питательных веществ. Кислотность грунта должна находиться в пределах от 3,5 до 5,5 pH. Для посадки саженцев в составе используют кислый торф или применяют готовый субстрат для садовой голубики, вересков и рододендронов. Также азалии любят умеренную влажность, но не терпят застой влаги в корнях. На дно посадочной ямы обязательно укладывают слой дренажа, а приствольный круг мульчируют хвойным опадом, корой или торфом. Старайтесь не заглубить в землю корневую шейку саженца. Это важно для дальнейшего хорошего развития растения. Место лучше выбрать в ажурной тени, так как на постоянном солнце листва азалии может пострадать от ожогов. На солнечном расположении вам также придется часто поливать свои растения. К тому же цветение будет более коротким по сравнению с кустами, посаженными в легкой полутени. Перед выбором и покупкой саженца обязательно уточнять его сортовые особенности. Для садоводов холодных регионов самое главное – это его характеристики по зимостойкости. Если вы захотите растянуть цветение этих кустарников на несколько месяцев, посадите разные сорта. Есть раннецветущие азалии, зацветающие с первыми теплыми лучами солнца в марте, в апреле, в зависимости от региона произрастания. Среднецветущие, которые украшают сад с апреля по май, и те, что раскрывают свои соцветия в июне. Высадив разные растения, вы украсите свою территорию с начала весны по июнь. В этот период эти кустарники становятся главным акцентом в саду, преображая участок своим обильным и красочным цветением. Азалия очень щедра на цветение, особенно при соблюдении несложных правил по ее уходу. Данную культуру разделяют на две группы – вечно зеленые азалии и листопадные. Разнообразие красок и форм цветов весьма впечатляет. В каждом соцветии может насчитываться около 20 довольно крупных колокольчиков и радовать до 10 недель. Цветки могут быть разной формы – однотонные, пестрые и с комбинированной расцветкой. Также есть сорта и виды, предпочитающие тенистые места, как, например, азалия японская. Другие способны расти и на солнце. Из многочисленных плюсов этих кустарников стоит отметить их долгожительство. Кусты способны расти на одном месте около 50 лет. К тому же эти растения достаточно теневыносливые. Далеко не многие красивоцветущие культуры способны радовать столь обильным и красочным цветением в притененных местах, например, под кронами высоких деревьев. Но стоит учесть, что такие культуры, как тополь, багряник, клён, ирга, дуб красный и некоторые хвойные соседства азалиям не подойдут, так как своей поверхностной корневой системой будут с ней конкурировать. Чтобы стимулировать обильное цветение, кустарники время от времени надо подкармливать. Для этого лучше всего подойдут специальные удобрения для азалий и вересковых культур. Кроме того, понадобится поддерживать кислотность почвы. В нейтральных и слабощелочных грунтах корни не смогут усваивать питание. Такие растения со временем начнут болеть и чахнуть. Для подкормок азалий избегайте составов, содержащих известь и хлор. Азалия хорошо переносит стрижку. Лучше всего ее проводить по окончанию цветения. Низкорослые виды и карликовые сорта начинают формировать только с 4-х летнего возраста. Ранней весной проводят лишь санитарную обрезку, удаляя неперезимовавшие, поломанные и слабые побеги. Данный кустарник можно размножить методом отводков и черенкованием, которое проводят с конца июня. Азалии способны придать любому участку неповторимый и изысканный вид. К ним в компанию можно высадить хвойные, верески, леукатои, пиерисы, гортензии и камелии, которые также любят более кислый состав почвы. Из высоких кустарников получается красивая живая изгородь. Где бы ни росли эти красивейшие растения, они всегда будут главным украшением любого участка. Поделитесь и вы в комментариях своим мнением и опытом по выращиванию азалий. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы в будущем не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч в нашем добром саду! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова